Первый вопрос. В чем, на ваш взгляд, значение и роль проходящей конференции? Помимо того, что у нас было достаточно большое количество круглых столов, спасибо, кстати, Марии Васильевны Шукшиной, четыре стола круглого было проведено, была еще конференция в Петербурге, они были очень интересны. Но их особенностью было то, что предлагалось собраться, условно, на 10-15-20 человек и выступить по большому счету друг перед другом. А в этот раз нам в Москве хотелось собрать врачей. И, собственно, получилось, несколько сот врачей пришли, зарегистрировались, пришли на конференцию. Идет обмен мнениями, выступления, вопросы, ответы на вопросы, общение за пределами зала. И я думаю, что это очень хороший сигнал именно для врачебного сообщества, что пора прекратить дележку нас, врачей, на ваксеров и антиваксеров, что абсолютной глупостью является. Потому что тот человек, который, допустим, не хочет вакцинироваться, например, я, я переболел. Я твердо уверен в своем организме, в своем треклетчатом иммунитете и знаю, что он у меня сформирован на годы. И если я не хочу вакцинироваться, кто имеет право меня обозвать антиваксером? И, собственно, об этом нужно говорить. О том, что врачи все нормальные, все люди думающие, готовы к дискуссии, готовы задавать вопросы и отвечать на эти вопросы. Поэтому вот в этом смысл сегодняшнего мероприятия. И не хочу его слишком превозносить, потому что я один из организаторов. Но, тем не менее, я хочу сказать, что удалось. И я вижу улыбки врачей. И приятно, что есть возможность пообщаться, поговорить друг с другом. Да, вы же пригласили специалистов, скажем так, из другого, скажем, лагеря. Лагеря, сказать, я понимаю, да? Да, я сделал это приглашение, хотя прекрасно понимал, что, наверное, они не придут. Потому что, ну, по многим причинам, мне просто хочется донести до них, хотелось донести до них в большей степени точку зрения, что есть большое достаточно врачебное сообщество, широкое, представлено достаточно широко, в том числе ученым миром, которые не разделяют позиции, так скажем, которые нам уже на протяжении полутора лет высказывают разные руководители Минздрава, там, Роспотребнадзоры и так далее. Да, у нас есть альтернативная точка зрения. Я хочу сказать, что она какая-то противоречивая, противоположная. Она просто альтернативная. И мы предлагаем с ней ознакомиться, ее выслушать. То есть кто-то пришел. И если вы имеете в виду тех, кого я приглашал из Минздрава, и главных врачей, которые подписали вот это письмо, печально с моей точки зрения, известное и абсолютно нелепое, я думаю, что это не они писали, а кто-то это письмо где-то напечатал, а им было предложено просто подписать. Я бы такое письмо не подписал, потому что даже с этической точки зрения, если мы не пускаем родственников в реанимацию, то как можно пускать туда представителей общественности и использовать пациента в качестве экспонатов, мне с этической точки зрения не укладывается в голове. Но, конечно, никто не пришел. Но я думаю, что очень внимательно следят. У нас же онлайн-трансляция идет и в Инстаграме, и на Ютуб-канале, и в Бастионе, и разные другие, в Зумах. В общем, технари знают, как это делается. И у любого желающего посмотреть, есть возможность посмотреть. В том числе, кстати, и на английском языке, потому что с 12 до 7 идет синхрон на английский язык. И иностранцы во всем мире смотрят. Я еще одну вещь хотел сказать очень важную. Мне многие иностранцы звонят, ну, не многие, а вот мои друзья, и говорят, все смотрим на Россию. Как поведет себя Россия? Если Россия не поведется в этой глобалистской повестке, да, и не будет следовать распоряжениям, которые к нам поступают, как и к ним из-за океана, то, возможно, мы будем тем островком, куда потом придут многие умные люди. Я, кстати, рассматриваю это с точки зрения огромной пользы для государства. Потому что в свое время это сделал Сталин. Ведь он пригласил, когда понял, что у нас, извините, индустриализация не получается, он пригласил директорами крупных заводов и спецов пригласил из Европы. И, собственно, они вначале поднимали экономику, а потом уже они замещались нашими отечественными директорами и специалистами. Вот точно так же сегодняшнюю ситуацию можно использовать с большой пользой, извините за тавтологию, с большой пользой для России. Как человеку доказать, что он уже переболел, и у него есть иммунитет? Все говорят про антитела. Что есть альтернативного? Антитела являются совершенно достоверным признаком того, что человек переболел, но отсутствие антител не является признаком того, что человек не переболел. Потому что антитела достаточно, будем говорить, вредный для организма продукт сам по себе. И когда человек вырабатывает антитела на какую-то инфекцию, он потом старается со временем, когда он перестает с этой инфекцией, соприкасаться, скажем, в течение полугода или года, или чуть больше, организм пытается это антитела вывести. Но иммунитет остается, потому что есть Т-клетки, есть клетки памяти, которые помнят эту инфекцию. Поэтому еще одним способом определения, не переболел человек и не переболел, могло бы быть измерение Т-клеточного иммунитета, о чем в Госдуме уже даже, я знаю, письмо Володимиу было написано две недели назад, и я тоже участвую в консультации по этому вопросу. Надо эти вопросы ставить специалистам, специалисты ответят и подскажут, как можно понять, кто переболел, кто нет. То есть есть альтернатива антителам, можно сдать какой-то другой анализ? Даже не то, что альтернатива, а я сейчас говорю, антитела, если они есть, это точно человек переболел, если их нет, то надо измерять клеточный иммунитет. Возможно, человек переболел когда-то, и антитела просто уже вышли из организма. И такие анализы существуют? Конечно, существуют, но просто клеточный иммунитет это нечастый анализ, надо искать, где в Москве делается он, но он делается. То есть антитела, конечно, делают везде. Чем может обернуться для общества принятие этих навязываемых QR-кодов и урезание прав граждан? Чем может обернуться для страны? Это политика сегрегации, в прямом смысле этого слова. И никак по-другому это не может называться. Безусловно, к медицине это не имеет ни малейшего отношения. Об этом только что говорил академик Зверев, и многие другие об этом говорят. То есть нам всем врачам это совершенно понятно. Это обернуться может серьезной социальной напряженностью и даже на каком-то этапе и даже гражданским сопротивлением, что совершенно неприемлемо сегодня в современной России. Просто нужно всеми способами этого избегать. Есть ли какие-то негативные последствия мобилизации всей сферы здравоохранения под борьбу с коронавирусом? Конечно, есть. Это коллатеральная смертность. Это не оказание, в том числе, плановой медицинской помощи тем, кто нуждается в ее оказании. Последствия очень печальны. Как так называемая оптимизация здравоохранения повлияла на то, что сейчас происходит с борьбой с коронавирусом? Ну, я еще раз говорю, я не очень люблю критиковать, потому что критикуешь, предлагай что-то альтернативное. Оптимизация была, ну, с моей точки зрения, посыл к ней был правильным, и она должна была происходить, оптимизация. Но так как она была проведена, то есть как была имплементирована сама идея, это, конечно, получилось достаточно коряво. И с сокращением медработников, перепрофилировали. То есть пошли, как обычно, катком, там, где нужно было какие-то вопросы решать точечно. И сокращение инфекционных больниц, и врач-инфекционистов, ну, и многое-многое другое. Конечно, у нас в России это очень частая проблема. Здравая хорошая идея, прекрасно написанный план, и абсолютно негодная его имплементация. Ну, надо просто подправить многие вещи и все, ничего страшного. Как по вашей профессиональной оценке, сколько уже человек в России переболело так или иначе коронавирусом? Сложнейший вопрос, потому что есть, как я говорю, часто разнонаправленные процессы. С одной стороны, ну, с моей точки зрения, статистика сегодняшняя, она усугубляет историю со смертностью от ковида. А с другой стороны, мы понимаем, что люди через полтора года уже сейчас просто боятся обращаться за врачебную помощь, многие, и просто даже не делают ПЦР-тесты, заболев. И не обращаются к врачам, чтобы не попасть на КТ и в красную зону. Поэтому вот я недавно был на одном мероприятии, у нас было там человек 40, вот, и ведущий, вдруг неожиданно, попросил поднять руку тех, кто уже переболел ковидом. И человек 30 подняли руку вверх. Я вот сейчас в этом зале боюсь задавать вопрос. Тут сидит несколько сот человек, и я боюсь задавать вопрос, кто переболел ковидом, потому что я боюсь, что руки поднимут процентов 80. А это означает, что мы сформировали коллективный иммунитет, если эти все люди действительно переболевшие. И нам больше вообще ничего не нужно, никакой не вакцинации еще. Это идея. Идея, да? Я сижу, вот уже два часа думаю над этим, спросите или не спросите. Может, спрошу. Да. Известна ли специалистам статистика смертей от коронавируса сопутствующих заболеваний либо неправильного лечения, либо внутрибольничных инфекций? Значит, статистика, будем так говорить, она ведется, но, с моей точки зрения, есть некорректные моменты в ее ведении, в частности, выставление диагноза COVID-19 пациенту, умершему, очевидно, от сердечной недостаточности, но имевший там ПЦР положительный тест на COVID. Вот. Что касается смерти от внутрибольничных пневмоний, это крайне актуально. Внутрибольничные инфекции, правильно сказать, крайне актуальная тема. Проценка, Денис говорил об этом, по-моему, год назад, что большая часть пациентов умирает, если я не ошибаюсь, по-моему, он говорил, большая часть пациентов умирает от внутрибольничной инфекции. Ведется ли такая статистика на уровне открытых цифр? Я затрудняюсь ответить, думаю, скорее нет. Потому что она вот такая, как я сказал. Как повлияет происходящее с коронавирусом на авторитет врачей, медицины вообще и науки? Уже повлияло. Все, что происходит за эти полтора года, все эти политически мотивированные решения, не имевшие, к сожалению, под собой достаточно медицинской или эпиземагической основы, привели, как я это вижу, к увеличению недоверия именно по отношению, к сожалению, к врачам, людям моей профессии, к ученым и к самой системе здравоохранения. Вот этот вот наш девиз «Врачи за правду», который мы взяли себе за основу этой конференции, этого движения врачей, он в частности как раз и призывает в каком-то смысле обелить нашу репутацию и показать, что мы не за деньги и не за кресло свои, и не за карьеру. Кстати, я знаю многих врачей, которые ушли или были вынуждены уйти с работы за несогласие вот с этой повесткой, вот этот девиз как раз призван обелить врачей и напомнить всем, что врачи все-таки всегда за правду. Что бы вы хотели сказать врачам, вирусологам, специалистам, которые нас сейчас смотрят, с какими словами вы обратились к ним? Послушайте академика Зверева, который является одним из выдающихся вирусологов, как я считаю, и послушайте все, о чем он говорит. Он абсолютно всегда был за вакцинацию, потому что он всегда этим вопросом занимался. Послушайте, что он говорит о вакцинации детей, о вакцинации переболевших и о том, надо ли вообще делать вакцинацию массовой и неприбудительной. Спасибо огромное. Спасибо вам большое.